всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра ес поставил диагноз турции рождается новая турецкая империя нельзя допустить возрождение османской империи перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска стратегической обстановке большого ближнего востока происходят существенные изменения качественного значения и всем внешним игрокам необходимо скорректировать в этом регионе свою стратегию ясно пока только то что ес будет дистанцироваться от турции отдаляя решение проблем поскольку у брюсселя нет своих рецептов против возрождения турецкого имперского проекта накануне саммита глав мид ес который пройдет 24 25 сентября и на котором будут рассматриваться новые санкции в отношении турции случае отсутствия прогресса в диалоге с грецией в урегулировании кризиса в средиземном море верховный председатель ес по иностранным делам и политики безопасности жазеп баррель заявил в ходе выступления на сессии европарламента что империи возвращаются и турция одна из трех наряду с россией китаем которая находится на подъеме по словам барреля анкара была ослаблена нами в прошлом но сегодня создаются новые условия как в зоне соседства ес так и в глобальном мире он призвал евросоюз продемонстрировать готовность защищать свои права и интересы в целом и греции с кипром в частности которые находятся под угрозой установить минимум доверия и диалога с турцией чтобы остановить недавнюю эскалацию искать пути решения наших проблем и улучшения наших отношений пришло время лидерам принять непростые решения резюмировал дипломат фактически он продвигает тезис президента франции мануэля макрона который обвиняет анкару в строительстве новой империи как заявлял макрон мы видим как имперская региональная держава я имею в виду турцию возвращается с некоторыми фантазиями о своей собственной истории стремится эксплуатировать иностранные страны как это видно из ее вторжения и оккупации территории кипра сирии ливии и ирака франция исторически чувствительна к событиям в этой части мира она всегда рассматривала то пассивно то активно как сферу влияния своей бывшей колонии в северной африке тунис марокко алжир африки к югу от сахары мавритания сенегал буркино-фасо мали нигер чад и на ближнем востоке ливан сирия с 2000 года париж реализует амбициозную программу по восстановлению влияния в африке и на ближнем востоке воспринимая турецкий имперский проект как конкурирующий сейчас франция призывает ес и не только его разработать новую стратегию действий как в отношении ближнего востока и восточного средиземноморья так и в турции искать баланс интересов с учетом новых геополитических реалий германия и другие партнеры начинают соглашаться с нами в том что повестка дня турции сейчас проблематично говорит макрон если 6 месяцев назад некоторые люди говорили что только франция обвиняет турцию в различных вещах теперь все видят проблему барель же утверждает что с укрепляя в течение 30 лет так называемое общеевропейское видение избавился от имперского соблазна создав единую европу но прозевал приход к власти в турции суверенистов снаружи ратующих за единоличный суверенитет государства и авторитаристов внутри почему такое произошло интрига тут в том что возврат к модели империи в турции негласно поддерживал вашингтон при молчаливом согласии брюсселя только эта модель по-разному воспринималась американцами и турками в свое время выступая в конце 2009 года перед соратниками по правящей партии министр иностранных дел ахмед давутаглу рассказывал что на одной из встреч с экс-президентом сша биллом клинтоном тот просил у него объяснить причины возрастающей внешне политической активности турции давутаглу ответил так обведите на карте вокруг турции циркулем круг диаметром 1000 километров в него попадет 20 стран обведите круг диаметром 3000 километров в него попадет 70 стран турция будет интересоваться своим окружением что касается сша то они демонстрировали заинтересованность в направлении циркульной дипломатии в сторону отказа от идейного наследия кемализма и перехода к так называемому мягкому исламу заманивая анкарю перспективами стать лидером в мусульманском мире вместо обычного геополитического статиста в ес но при этом турцию толкали не в сторону восстановления ее влияния в границах бывшей османской империи а в сторону тюркского мира отсекая от анкары прежде всего курдов и арабов что сейчас и происходит на ближнем востоке не случайно появилась тюркское содружество государств тюркский совет которые пытаются позиционировать как аналог европейского союза для казахстана узбекистана азербайджана и киргизии но надо признать что успех анкаре сопутствует только на азербайджанском направлении там в ходу выражения 1 нация 2 государства баку проводят активную интеграционную политику с анкарей жертвуя при этом на горным карабах что требует специального анализа большинство экспертов сходятся во мнении что происходит не возрождение османского государства а конструируется совершенно новая исключительно тюркская империя поэтому если macron ставит перед ес задачу изгнания турции из восточного средиземноморья и северной африки и некоторых арабских стран то президенту россии владимиру путину предстоит дать оценку активному проникновению турции в закавказье и реальному перебросу ее внимание на среднюю азию кстати эта ситуация может послужить триггером преображения если иметь в виду перспективы решения курдского вопроса на ближнем востоке и урегулирования нагорно-карабахского конфликта в закавказье внешним игрокам в том числе и с еще предстоит определить кто друзья а кто враги и в какую сторону развернуться ясно пока только то что брюссель будет дистанцироваться от анкары поскольку у него нет своих рецептов против возрождения турецкого имперского проекта греция намерена пополнить оснащение своей армии в свете обострения отношений с турцией речь идет о приобретении у франции 18 многоцелевых истребителей десал трофейл заявил греческий премьер министр кириакос мецатакис в субботу 12 сентября афины также хотят приобрести вертолеты и четыре новых фрегата а еще четыре судна этого типа выпущенные в германии пройдут модернизацию кроме того ряды вооруженных сил греции в течение пяти лет пополнят 15 тысяч новобранцев министр вооруженных сил франции флоранс парли приветствовала намерение афин это первая покупка истребителей десал трофейл европейским государством афины не исключают привлечение международного суда оон поведение турции угрожает восточным границам европы и подрывает безопасность в регионе отметил мецатакис афины готовы разрешить разногласия с анкарей мирным путем подчеркнул он однако премьер греции допустил привлечение международного суда оон если сторонам не удастся прийти к единой позиции в свою очередь президент турции риджеп таип эрдоган призвал греческие власти воздержаться от ошибочных действий турецкий лидер также предостерег от ссор из турции президента франции эммануэля макрона который 10 сентября призвал анкару не пересекать красные линии в конфликте с афинами притязание турции и греции на возможные месторождения в средиземном море конфликт между турции и греции не утихает уже несколько недель разгоревшись из-за спорных районов на востоке средиземного моря оба государства изъявили притязание на территории с возможными месторождениями нефти и газа евросоюз призывает турцию остановить геолого разведочное бурение в спорных районах и угрожает санкциями однако анкара отказывается идти на уступки на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи